Цены на авиабилеты могут взлететь в Казахстане после разделения лоукостеров Fly Arstan и компаний Air Astana. Такое мнение озвучил министр транспорта Марат Карабаев. Он пояснил, что административное разделение приведет к дополнительным расходам. Но эксперты придерживаются иного мнения. Более детально об этом расскажет наш экономический обозреватель Анель Ядель-Казе. Анель, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, да, Илья, вы правы. Сейчас вопрос разделения авиакомпании на стадии обсуждения. Главный вопрос, когда говорят эксперты, когда наши чиновники говорят, что билеты могут подорожать. Насколько это может произойти? В 2, в 3, в 4 раза? Есть какая-то аналитика или какие-то подтвержденные данные? Да, я поговорила с экспертами и касаемо цен они, кстати, высказали свое мнение. Но об этом я расскажу чуть позже. Пока другие новости экономики в следующем обзоре. Строить заводы по переработке отходов в стране теперь будут за счет льготных кредитов. Ставка вознаграждения составит 3%, а срок заключения займа от 3 до 15 лет. Финансирование предусмотрено на 3 года. Планируется, что из бюджета на эти цели выделят 200 миллиардов тенге. К слову, сейчас документ находится на завершающей стадии согласования с госорганами. На 5,3% снизилась добыча нефти в Казахстане. Объем составил 7,3 миллиона тонн. Такие цифры опубликовали в Бюро на статистике. Данные также показывают, что по сравнению с октябрем добыча природного газа снизилась почти на 8% до 5 миллиардов кубометров. А угля уменьшилось на 2%, составит чуть больше 10 миллионов тонн. И главной темой сегодняшнего обзора – разделение авиакомпаний FlyerStan и Aerostana. По мнению экспертов, такое решение как раз-таки наоборот может повысить конкуренцию на рынке и повлиять на снижение стоимости авиабилетов. Сейчас, говорят специалисты, остается открытым вопрос первичного размещения акции. В первую очередь с риском разделения. То есть это будет одно IPO, если это будет совместно с FlyerStan, и тогда уже выделить отдельно эту компанию не удастся. То есть фактически мы закрепим статус монополии на долгий период времени. И второй вариант, если мы все-таки будем проводить более разумно IPO после разделения, что добавит и конкуренции на рынке, и снизит тарифы. И в целом нужно понимать, что данное решение, именно оставлять FlyerStan в Aerostane, является не бизнес-решением. Цены на авиабилеты в стране не регулируются. То есть работает рыночный механизм спроса и предложения. Между тем в стоимость билета входят затраты на топливо. Они занимают большую долю эксплуатационные расходы, лизинг воздушного судна, наземное обслуживание, а также фонд оплаты труда. К сожалению, в расходах авиакомпании очень много несвойственных для авиакомпании расходов. К примеру, это наземное обслуживание в аэропортах. Буквально недавно перед сезоном зимнего Aerostane рассказала о том, что они закупили противообледительные машины. Это как раз и несвойственные для авиакомпании услуги, которые обычно выполняются в аэропортах. Авиакомпания выполняет все эти функции и, соответственно, все это вложится в тариф пассажирам. Андрей, ну более-менее с тарифами на внутренние рейсы, со стоимостью мы разобрались. Но все-таки ожидать ли повышения стоимости билетов в следующем году? Ну, Илья, точные прогнозы освучить пока никто не может. Это поскольку глобально зависит от того, как ГСМ поведет себя на рынке. Но, насколько мы знаем, с нашей стороны ведется мониторинг цен для недопущения необоснованного роста. Я смотрю, у вас какие-то планы намечаются? Это точно. Вы абсолютно правильно сказали. Государство в этом плане, конечно, с точки зрения антимонопольной политики контролирует. Меня просто ужасают, насколько цены непредсказуемы элементарно в рамках нашей страны. Я запланировал на эти выходные полет в Актау, и вы не представляете, билет, который я купил в Актау, оказался дороже, чем полет, допустим, в тот же самый Стамбул. Анель, я вас благодарю за этот интересный обзор. Увидимся с вами завтра, надеюсь, с интересными цифрами и данными. Спасибо. А вам еще раз напоминаю, что у нас сейчас был обзор от Анель Ядельказе. Продолжение следует...